Здравствуйте, ребята! Проведём урок математики. Тема раздела «Дроби и проценты. Задачи». Тема урока «Проценты. Закрепление». Сегодня на уроке мы будем применять знания о процентах и их обозначении при выполнении заданий. В современном мире нас подстерегают различные опасности. Одни из них – это грязный воздух и почва. Ребята, внимательно изучите таблицу. Назовите, что загрязняет окружающую нас среду. Составьте столбчатую диаграмму, используя полученные данные. Проверьте свою диаграмму. Самый большой источник загрязнения почвы – это пластик. Он составляет 40% от общей доли загрязнения. 32% приходится на транспорт. Пластик – самый популярный материал современности. Сейчас практически все, что нас окружает, состоит из пластика. Бутылки, посуда, мебель, техника и прочее. Пластиковый мусор загрязняет почву, воду, негативно воздействует на человека, растения и животных. Знаете ли вы, что пластиковые пакеты, пластиковая посуда, оставаясь в почве, много лет не разлагаются. Большую долю загрязнения воздуха составляют выбросы вредных веществ от транспорта. Вредные вещества оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. Они попадают в организм человека через дыхание. Ребята, как вы думаете, что могут сделать люди, чтобы защитить природу от загрязнения? Мы можем отказаться от использования пластиковых пакетов и пластиковой посуды. Сдавать вторсырьё – замечательный способ помочь природе. Что можно сдавать? Цветной металл, стекло, бумагу. Меньше – пользоваться автомобилями в целях меньшего загрязнения воздуха. Строить заводы, не наносящие вреда природе. Здоровье нашей планеты зависит от нас, людей. Ребята, сейчас вспомним, что называется процентом. Процент – это одна сотая часть заданного числа. Один процент – это одна сотая доля. Чтобы найти пять процентов, надо число разделить на сто и умножить на пять. Чтобы найти пятнадцать процентов, надо число разделить на сто и умножить на пятнадцать. Ребята, предлагаю вам самостоятельно вычислить проценты от заданных величин. 55 тысяч километров, 1200 литров и 900 грамм. Поставьте видео на паузу. А сейчас проверьте себя. Молодцы! Выращивание экологически чистых овощей также является средством решения экологических проблем. Чтобы выполнить следующее задание, давайте повторим, сколько килограмм в одном центнере. Правильно, в одном центнере 100 килограмм. Ребята, запишите в виде процентов, какую часть центнера составляет масса каждого мешка. Поставьте видео на паузу. Подумайте. А сейчас проверим себя. Правильно ли вы записали? 48 килограмм равно 48 процентов. 35 килограмм – 35 процентов. 25 килограмм – это 25 процентов. 28 килограмм – это 28 процентов. 19 килограмм – это 19 процентов от одного центнера. Ребята, я думаю, что у вас все получилось верно. Сейчас решим задачу. В мае килограмм картофеля стоил 200 тенге. В июне его цена снизилась на 30 процентов. Какова разница в стоимости покупки 3 килограмм картофеля в мае и июне? Краткую запись задачи удобнее всего написать в виде таблицы. Цена, количество, стоимость. Чтобы решить задачу, надо вычислить, сколько тенге составляет 30 процентов. Это первое действие. Во втором действии узнаем цену картофеля в июне. 200 минус 60 равно 140 тенге. В третьем действии вычислим стоимость 3 килограмм картофеля в июне. 140 умножить на 3 равно 420 тенге. Далее узнаем стоимость 3 килограмм картофеля в мае. 200 умножить на 3 равно 600 тенге. В пятом действии найдем разницу. 600 минус 420 равно 180 тенге. Запишем ответ. Разница в стоимости покупки составила 180 тенге. Ребята, наш урок подошел к концу. Предлагаю вам оценить свою работу на уроке. Продолжите одно из предложений. Я узнал. Я научился. Мне понравилось. Я затруднялся. Моё настроение... Молодцы, ребята! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok